СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами поговорим о сохранении культурных традиций, в том числе и среди молодежи. Тем более, что поводом для нашей сегодняшней встречи является День славянской письменности, который мы отмечаем сегодня. А гость нашей сегодняшней программы – заместитель по молодежи, руководителя Союза славян Кубани Сергей Дейко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей! Ну вот, если позволите, о молодежи и о сохранении культурных традиций мы поговорим несколько позже. Также День славянской письменности, да, казалось бы, с одной стороны праздник, который достаточно у всех на слуху. Тем более, что я больше чем уверен, что сегодня практически по всем федеральным каналам так или иначе будет какой-то концерт, будут какие-то мероприятия, какие-то выступления. Но, тем не менее, праздник, да, у всех на слуху. Ну, мое личное такое впечатление, что праздник достаточно молодой для России. Или это не так? Отчасти так и отчасти не так. Потому что, на мой взгляд, с одной стороны, о нем вспомнили впервые через тысячу лет после создания кириллицы. Ну, имеется в виду Кириллом и Мефодием. А я не знаю, я, честно говоря, сейчас вот я упоминал Кирилла и Мефодием в своем вступительном слове. По-моему, нет. Так или иначе, это связано вот именно с этими двумя товарищами. С братьями Кириллом и Мефодием, да. После создания первой азбуки славянской, только в 863 году, это IX век, через тысячу лет в Российской империи вспомнили об этом, к тысячелетию создания нашей азбуки. И в 1863 году стали праздновать. В советское время это как-то отошло. На второй план, несмотря на то, что на основе нашей кириллицы. Создавали алфавиты. Мне кажется, в советский период, особенно в начале, вообще хотели на латиницу перевести наш язык. Думали, думали, да, об этом. Но, тем не менее, очень многие алфавиты, придуманные уже в советское время, были на кириллице. Ну, имеется в виду для малых национальных народов, да, вот то... Да, литература, развитие началось, да, у них литература. Потом, к тысячелетию крещения Руси, вот, да, к 88-му году, в 85-м стали опять вспоминать об этом празднике. И стали потихонечку отмечать этот праздник, да, церковь стала потихонечку приобретать свои права на это. И только в 91-м году постановлением президента РСФСР, да, установили официально праздновать этот день в 91-м году. То есть, получается, ну, вот если так вот отбросить, там, политику, идеологию и все остальное, то получается, что вот день славянской письменности, то есть, там, вот это вот событие, связанное с Кириллом и Мефодием, это так или иначе попытка, ну, я не знаю, обрести некое самоотверждение, что ли, такого большого, такой большой части населения, как славянские народы, да, вот некого своего такого национального, что ли, такой национальной идентификации, то есть, себя как народа славяне, вот именно с обретением Азбуки, наверное, и должны ассоциировать. В том числе, да, потому что у нас есть, да, 20, теперь уже 22 республики, да, национальные, есть и автономии национальные, но страна наша называется Российская Федерация, до этого Советский Союз, но вот слово русский не присутствует, да, в официальном, да, административном отношении, поэтому, наверное, нужно было нашему народу приобрести какую-то поддержку на правовом статусе официальном. Ну, тогда давайте вернемся к официальному названию, день славянской письменности, здесь ведь не только русский язык, да, здесь не только вот, ну, то, что называется русская письменность, здесь еще и, еще несколько славянских народов, и тогда еще одна дата или там еще один праздник, который мы будем отмечать через, буквально через месяц, это день славянских народов, то есть, вот эти два праздника, вот эти две даты, мне кажется, они очень связаны, хотя разделяет их там практически месяц по календарю. Да, 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 ну, во-первых, у нас в мире 13 крупных славянских народов и по разным вычислениям, да, этнографов, по разным версиям еще 3-4 малочисленных народностей славянских, которые не имеют своей страны, да, которые делятся на восточных, западных и южных славян, вот 7 южных славян, 3 западных славянских народа и 3 восточнославянских народа. Несмотря на то, что католические, да, народы у нас славянские, Ну, то есть, по вере, по вере, да. Да, они перешли на латиницу. Очень приятно, что именно у нас в России они активно поддерживают это мероприятие, не отстраняются от празднования День славянской письменности культуры, например, наше польское общество, да, и чешское общество, поэтому это здорово, что есть определенные единения, да, надо не забывать, что многие славянские народы хоть и приобрели какие-то западные черты, да, западные культуры, цивилизации, да, 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 Чехия, Хорватия, Словения, но, тем не менее, у нас есть и общие точки соприкосновения, да, и с этими народами тоже. Но, наверное, самые активные из славянских народов, вот вместе с русскими, украинцами, белорусами, это болгары, потому что Кирилл и Мефодий, опять вернемся, да, к истокам, были наполовину греками, наполовину славянами. Тогда давайте вот о чем поговорим. Ну вот мы уже обозначили, да, два таких события, это 24 мая, день славянской письменности, и 25 июня, по-моему, 25 июня, это день славянского единения, день славянских народов. Я так понимаю, что у вас, ну, как у активного человека, да, я как человек, который так или иначе связан с Союзом Славян-Кубани, достаточно большое количество мероприятий вот в этот месяц должно происходить. Насколько вот с мая по июнь там или по июль у вас такая вот, как бы это правильно сказать, внешняя активность, что ли, насколько много мероприятий? Ну, смотрите, основные мероприятия все-таки к дню славянской письменности, которые 24 мая мы отвечаем. Да, да. Ну, во-первых, что касается внутренних наших мероприятий, это молодежный клуб «Оберег» при Союзе Славян-Кубани, который уже существует с 2009 года, ну, тогда он назывался «Скифой», а с 2012 года стал называться «Оберег». Проводил недавно казачью гостиную. Потом 14 мая мы проводили традиционно уже 11-й фестиваль городской на средства городской администрации, мы выигрывали грант. Это «Славянская душа». Славянская душа. В этот раз станице Старокурсунской. Ну, это Краснодарский муниципалитет. И мы традиционно участвуем в крестном ходе, который проводится в день 24 мая. Ну, вот если вернуться к Центру национальных культур, а я так понимаю, что так или иначе Союз Славян-Кубани связан в том числе и с этой организацией, общаясь с вашими коллегами, общаясь с представителями других диаспор, я знаю, что вот такие праздники, они не проходят местечково. Славяне отдельно, армяне отдельно, кто-то еще отдельно. Отдельно, да. Это такой всегда большой праздник, тем более, что да, праздник действительно достаточно значимый. Приходят ли соседи к вам? С чем они приходят? Что приносят с собой? И только ли славянская музыка или там славянские стихи звучат на таких мероприятиях, или соседи тоже с собой что-то приносят? Я имею в виду другие народы, другие общества. Смотрите, мы всегда гостей приглашаем. У нас там 33, насколько я помню, разных национальных обществ. Национальных объединений. Да, приглашаем всех гостей. Участвуют ли они в наших мероприятиях? Всегда по-разному. Когда мы разрабатываем сценарии, когда участвуют, когда просто как гости, но тем не менее, я имею в виду, что касается Кирилла Мефодия. Но, тем не менее, в других мероприятиях, вот, например, Аберег проводит как славянские гостиные внутренние, да, свои мероприятия в Центре национальных культур, так и славянско-неславянские, вот то, что мы придумали, чтобы узнать, рассказать о своей славянской культуре, так и чтобы наши русские, украинские, белорусские ребята узнали о традициях наших соседних народов. У нас Кубани очень многонациональная, да, это были славянско-греческая гостиная, славянско-армянская, была славянско-индонезийская гостиная со студентами из Индонезии, и, ну, порядка семи, татарская, славянско-татарская гостиная. Вот, если вернуться к Дню славянской письменности, ну, я понимаю, что, наверное, формально все-таки, да, это такое вот, ну, что называется, слово, да, это, я не знаю, это песня, это письменности, то есть это какие-то книги. Но ведь культура не заканчивается только, что называется, словом произнесенным и словом написанным, да, это еще и кухня, это еще и те же самые танцы, это еще и какие-то обрядовые вещи, да, вера, в конце концов. Духовные скрепы, да. Хотя, опять же, да, те же самые поляки, да, и мы, да, у нас немного разная вера, хоть и христианская. То есть, вот праздник, он все это объединяет, или там кухня, танцы и все остальное, это вот на День единения славян, а на Кирилла и Мефодия мы только, не знаю, книжки читаем, мы стихи друг друга рассказываем с былинами. Ну, театрализация у нас же еще есть в обереге, театрализация, да, все-таки мы немножко придерживаемся к дню славянской письменности более строгого, так скажем, сценария в плане образовательного компонента, исторического и духовных скреп определенных. Все-таки кухня у нас, обычное чаепитие, баранки, чай всегда есть на любом мероприятии, но больше вот акцент на кухню, это может быть отдельное мероприятие, это или на славянское единение. А вот здесь, опять же, здесь какое-то такое прямо разделение, ну вот те, кто, если мы сейчас говорим про славянскую письменность, да, те, кто на кириллице, вот они готовят из славянских народов этот праздник, а те, кто на латинице, нет, вы потом будете, там, не знаю, на День единения славян. Нет, тут все просто, готовят мероприятия Союз Славян Кубани, куда входят 11 организаций славянских, поэтому участвуют все. Все. Сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашим разговорам. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о сохранении культурных традиций, мы сегодня говорим о том, что сегодня же, да, День славянской письменности. Если позволить, вот Сергей, ну мы в первой части программы, мне кажется, достаточно подробно проговорили и, опять же, о праздниках, да, и сегодняшнем, и тот, который будет через месяц, День единения славян, мы поговорили о том, кто относится к славянским народам, для кого праздник, я имею в виду, у кого там есть кириллица, у кого ее нету. Вы являетесь заместителем по молодежи, руководителя союза славян Кубани. А насколько, на ваш взгляд, молодежи все это интересно? Я поясню свой вопрос, да, ведь сейчас говорят о глобализации, сейчас говорят о том, что человек, неважно, где он родился, да, важно, где он пригодился, и ты можешь родиться в России, а потом всю жизнь прожить где-то за пределами страны, там зарабатывать деньги, там создавать семью, и, как бы, да, и зачем культура в такой ситуации нужна. И, тем не менее, интересно ли молодежи, вот эта история, Кирилл и Мефодий, вот это такие славянские народы, а это такие славянские народы, традиции. Интересно? Вопрос непростой очень. Я догадываюсь. С Натальей Ильиничной-Хруцкой, заместителем председателя Союза славян, так и с Аленой Шубиной, которая сейчас непосредственно руководит оберегом вот этот последний год, я четыре года назад до этого руководил молодежным клубом оберег, мы вот бьемся над этим вопросом, потому что непросто, это непростой вопрос, и нужно популяризировать, непосредственно ходить по вузам, ходить по профучилищам и агитировать, что мы есть, мы существуем, в соцсетях распространять это, потому что много молодежи приходит, но проходит какой-то вот через сито, да. То есть приходит много, а остается не очень. Да, к сожалению, сейчас вот век вот этих вот гаджетов, да, айпэдов и так далее, которые более интересны, к сожалению, во многом. Либо нужно, ну шоу какое-то что ли, а мы на все, спонсоров у нас нет, только вот город, край, когда помогают и все. Поэтому вот чтобы создавать какие-то шоу-программы, а нужно ли это вообще, это уже другой вопрос, да, потому что у нас целеность не на шоу-программы, да, вот заточенные, а именно на обучение, на сохранение культурных традиций, и чтобы не забывали наши традиции, корни, обычаи славянские, и на развитие чувств патриотизма, потому что чувство патриотизма — это одна из привилегий нашего государства, это слова нашего президента. — Ну тогда, тогда, наверное, я сейчас обращусь к вам как преподавателю, а ведь вы еще преподаете в Кубанском государственном университете, это факультет, географический факультет, да, если я не ошибаюсь. Хорошо, если, ну вот сделать как бы такой отскок, да, если не говорить там исключительно о славянских народах, если не говорить там про какие-то мероприятия, которые проводит и Берег, там, или союз славян-кубани, а современной молодежи вообще, в принципе, интересно что-то узнать о своих корнях. Опять же, я поясню свой вопрос, да, мы сейчас делаем достаточно большое количество усилий, чтобы у нас были казачьи классы, чтобы мы преподавали в школах, там, кубановедение, да, мы говорим об истории, мы говорим о географии, мы говорим там о переселении, там, тех же самых казаков из Запорожской сечи сюда на Кубань, мы говорим достаточно много, но ведь это остается что-то в умах молодых людей, они готовы, ну, я не знаю, хотя бы в зародуши эту информацию впитывать, чтобы потом как-то развивать, когда они станут старше. По вашим ощущениям? По моим ощущениям, смотря какого склада человек, если он гуманитарий, это ему ближе, если он технических специалистней, да, то, наверное, в зародуши, скорее всего, по-разному, по-разному, очень сложно сказать о вообще социуме молодежном, да, но, тем не менее, ближе все-таки вот на опыте уже, да, вот в пятилетнем существовании, вот, да, последней работы в обереге, все-таки ближе к гуманитарным специальностям, и все-таки среди студентов есть интерес, но в первую очередь, конечно, интерес непосредственно к будущей своей профессии, понятное дело, на первом месте, да, и в выборе будущей специальности, а это мы представим как хобби, да, ну, стараюсь, чтобы не забывали, генеалогическое древо, чтобы составляли, также прошу студентов интересоваться, вот, преподаю этнографию, основу этнографии, да, тоже, чтобы интересовались своей культурой, делали презентации, как в обереге, так и, вот, мои студенты по предмету, чтобы создавали, изучали те или иные народы, как своей национальности кто-то выбирает, кто-то дипломные работы пишет по тому или иному народу, да, вот, и так далее. Тогда, к событиям, которые были, вот, в начале мая, я имею в виду День Победы, да, и празднование вот этого праздника, да, или этой даты, мне кажется, за последние, ну, там, три-четыре, может быть, пять лет, когда пошел бессмертный полк, да, когда вот эти мероприятия стали начинаться, интерес среди жителей нашей страны к собственной истории, к истории собственной семьи, он, мне кажется, очень сильно возрос. И я знаю, что многие не просто, там, на тот же самый бессмертный полк выходили с портретами, там, своих родственников, пытались выяснить их судьбу, пытались выяснить их, я не знаю, там, боевой, фронтовой путь и так далее. И вот этот интерес в обществе начал, начал как-то очень сильно возрастать. Есть ли ощущение того, что узнав, ну, если не все, то достаточно много о своих дедах и прадедах в времен Великой Отечественной войны, мы захотим заглядывать и несколько глубже, да, и узнавать, а кто же были наши родственники до революции, может быть, там, до... Это проецируется на более дальние рубежи. То есть вот на это можно рассчитывать? И как здесь, по-вашему, да, тот же самый оберег, да, или тот же самый союз славян-кубани, насколько он здесь может включиться в такую работу, помогать людям узнавать свою собственную историю, да, историю своей собственной семьи, или там, отдельного населенного пункта, или там, может быть, какой-то более... Я говорю всегда, давайте не будем Иванами, не помнящими своего родства. Узнаем, пока живы бабушки, пока живы дедушки, может быть, прадедушки, да, узнавайте как можно больше, чтобы было потом что рассказать своим детям, да. Поэтому наши мероприятия именно на это и во многом нацелены. Нацелены мероприятия и на поддержку восстановления, реконструкции таких забытых праздников, как, например, сороки, это вот, многие знают, вот у нас, да, соседи мусульмане, есть республики мусульманские, Навруз, да, весенний, но очень многие забыли, что у нас есть свой праздник весенний сороки, ну, когда сорок птиц прилетает, это есть и православная линия сорок севастийских мучеников, так и есть и вот народное поверье, что именно вот... Ну, туда еще с языческих времен, да. Да, 21-22 марта прилетают сорок птиц и весну. Ну, приносят сорок. Приносят, да. Вот, поэтому, да, участвуем в таких мероприятиях, как вот недавно у нас появился праздник День неизвестного солдата 3 декабря. Это мы участвуем еще 12 февраля, День освобождения Краснодара. Ну, и либо 1 мая демонстрация, либо 4 ноября День единения, да, народа. К 9-го мы стараемся поддерживать эти праздники. А сейчас, насколько, ну, скажем так, вот этот вот культурный пласт и исторический пласт, насколько сейчас он доступен, я имею в виду на каких-то носителей, неважно, это будут книги, это будут какие-то там что-то в электронном виде, потому что ведь в советский период достаточно много литературы и научных трудов, да, и каких-то других материалов, они ведь были просто вымораны из наших библиотек, да, и вообще из вот там советского социума. Сейчас эта литература появляется. Сейчас, если мне будет интересна история, там, государства российского или история собственного народа, да, или там история славян. А сейчас переизбыток. Да? Переизбыток. В плане литературы, если я имею в виду, нужно выбирать, что можно, что нельзя. Это очень уже тонко, это во многом зависит от учителей истории и кубановедения, которые что должны посоветовать, какую литературу. Собственные, да, поиски важны, да, уметь отсеивать лишнюю информацию. Конечно же, есть и фильмы создаются, но они как раз такие вот маловато, таких фильмов. Вот замечательный фильм «Поддубный», например, из последних фильмов, да, «Битва за Севастополь», очень хорошие, на мой взгляд, фильмы. Есть и местного производства. У нас, например, снимают наличные средства фильмы, вот имя, к сожалению, забыл, «Рабочий», про традиции кубанских казаков, как линейные традиции, черноморские, до объединения кубанских казаков, единое кубанское казачье войско. В разных станицах, вот где это сохраняется, очень интересный проект, были бы спонсоры. А, опять же, вот не так давно, я вспоминаю, там, та же самая ночь музеев, да, мы говорили о том, что, я для себя выяснил, оказывается, у нас практически в каждом населенном пункте есть тот или иной музей или там какая-то музейная комната и так далее. Вот если проехаться по станицам, вот если проехаться, может быть, не таким раскрученным населенным пунктам, как там тот же Краснодар, Сочи, Новороссийск, там, или тот же самый Геленджик, там можно для себя подчеркнуть какую-то информацию, относящуюся к славянам, относящуюся к казакам, относящуюся, ну, не знаю, к русским? Конечно. Где-то казачество больше развито в станице, где-то меньше. Где-то есть станичные музеи центральные, где-то только в какой-то конкретной школе. Везде по-разному, в разных районах. На более высоком уровне это, да? Где-то побольше, где-то поменьше. Где-то поменьше. Но, на мой взгляд, вот в плане образования, и вот я научные статьи пишу, это этнодеревни, этнические деревни. У нас их порядка десяти в Краснодарском крае, а вообще в России 30 деревень. В Краснодарском крае 10 из них. Да, ну, вот этот вот резкий вот всплеск начался с 2008-2009 года. Конечно же, это этнокомплекс Большой Атамань. Недавно... То есть это не только развлечение, это все-таки история? Я имею в виду Атамань. История, и как это было, да? И сохранение, и популяризация наших традиций в будущее. То есть фестивали, это все показывают. Театрализация в определенной степени, да? И недавно я побывал в новом этническом центре «Моя Россия», то, что на Красной Поляне, в самом конце Роза Хутор. Там вся Россия представлена. Бешеной популярностью у наших иностранцев пользуется. Там вот разные-разные регионы России. Ну, вот, к сожалению, да, рамки нашей программы, они несколько ограничены, и ее уже пора заканчивать. Но, тем не менее, не знаю, мне было очень приятно наше сегодняшнее интервью. Прежде чем попрощаться, хочу вас поздравить с праздником. Совершенно замечательный праздник Денис Славянский. Спасибо большое. У вас всех также. Письменности, да, уважаемые телезрители, я вас всех тоже с этим замечательным праздником поздравляю. Еще раз напоминаю, что через месяц у нас будет День Единения Славян. Тоже, мне кажется, есть смысл и этот праздник отметить. А гостем нашей сегодняшней программы был заместитель по молодежи, руководителя Союза Славян Кубани Сергей Дейко. Еще раз большое спасибо. Спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова